МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, ребят, показываю вам пляж отеля, вернее комплекса из трех отелей Джаз Мирабел, собственно говоря, на первой линии находится именно бич. Показываю вам, как выглядит заход в море, как выглядит сам пляж. Давайте начнем с пляжного покрытия. Смотрите, значит, вот наше пляжное покрытие. Вот такая мелкая-мелкая галька. То есть это основная часть пляжа. Ну, может быть, там туда, ближе к самому отелю, будет немножко помельче это все, как оно, как песок. Ну, а здесь, возле входа в водичку, вот такая мелкая галька. Дальше, смотрите, значит, здесь вот, там, где берег соприкасается с водичкой, есть, ну, немножко, ребят, совсем капелюшечка, вот такой вот коралловой корки. Дальше там будет чуть-чуть больше, но это все так относительно. Кстати, вот, смотрите, коралловый риф. В общем, вот наша коралловая корка. Такая плита. Ну, вообще немножко. То есть, переступили, пару шагов сделали, если вы взрослый. И дальше там песчаный заход. Возможно, там местами есть еще корка, ну, несущественно. И дальше пологий, длинный заход, песчаный. Вот, аж туда, к краю понтона. Понтон тут, кстати, длинный, по-моему, 650 метров. Ребят, в описании к видео я всю эту информацию укажу. А вот слева, смотрите, это у нас шезлонги, зонтики отеля. Джаз, Мирабелл, значит, шезлонги металлические. Матрасов нету, ребят. Защиты от ветра тоже не вижу. То есть, если зимой здесь отдыхать, я не знаю, может, ее ставят. Но в октябре месяце защиты от ветра нет, ветерок дует. Когда ветерок дует в октябре, это классно и комфортно. А когда ветерок дует в декабре и в январе, то это холодно и неприятно. А вот тут вообще, ребят, такой вот расчищенный заход. Либо его тут просто нету коралловой корки, то и все просто с берега идут, чтобы поплавать. Проходят метров, наверное, 70-80-100, ну, сложно сказать. И там будет взрослому по пояс. То есть, примерно 70-80 сантиметров на расстоянии 100 метров от берега. Дальше сейчас, ребят, показываю вам продолжение захода с берега в отеле Джас Мирабелл Бич. И потом попробуем пойти на понтон. Посмотреть, что там у нас со спуском. Дойду, не дойду, не знаю до конца. Да, понтон очень длинный, но постараюсь дойти до конца и показать, что у нас там есть под водичкой. Так, флаг у нас желтый. Значит, на понтон зайти должно все поучиться. Если был бы красный, мог бы понтон быть закрытый. Но в конце понтона, ребят, я вижу реально, как там идет достаточно немаленькая волна. Там у нас уже должен быть хороший коралловый риф, ну, для навки хороший. И, соответственно, конечно, при такой волне плавать там не очень безопасно. Так, ребят, вот я иду по понтону отеля Джас Мирабелл Бич. Смотрите, я всю дорогу показывать вам не буду, которую я иду по понтону, потому что понтон этот длиной примерно 650-700 метров. Вот, просто смысла нет показывать вам всю дорогу. Значит, что скажу по понтону? Стационарный, деревянный понтон на металлических сваях. Ну, вот такие поручни, конечно, уже требуют покраски. Но, лично не знаю, мне это ни капельки не влияет для моего комфортно. Да, конечно, не самое, как бы, красивое, что есть на понтоне. Но, ребят, здесь море, значит, брызги соленой воды, это все быстренько, как бы, убивают всю красоту там покраски, если она есть. Смотрите, значит, тут у нас идет песчаный, как бы, заход. Но, ребят, тут очень мелко. И вот это вот темные, это не кораллы, это водоросли. Соответственно, как бы, в водорослях может быть все, что угодно. То есть, нужно поменьше ходить по всем вот таким вот штукам, особенно босиком. Потому что, ребят, ну, все-таки Красное море, оно красивое, оно интересное, оно необычное, ну, и оно небезопасное, ребят. То есть, безопасно, это вот вы плаваете там, где у вас прозрачная водичка, там, где у вас глубина, ну, либо хотя бы где прозрачное дно, там меньше опасностей. Ну, а здесь, как бы, в траве может все, что угодно быть, поэтому травы, ребят, избегайте, избегайте. Да, еще не было каких-то таких вот нестандартов случаев, но лучше это все не провоцировать. Вот, кстати, о чем я и говорил. Вот идешь-идешь, водоросли-водоросли. А вот тут немножко кораллов, и сразу возле них находятся и морские ежи, которые очень колючие. И если загнать иголку, то это очень будет нехорошо и неприятно, ребят. И долго вы это будете лечить. Так, ребят, вот такая у нас волна на самом краю понтона отеля Джаз Мирабелл. Значит, рыбки. Я здесь вижу рыбок, я вижу рыбу-хирург. Справа плавает меня есть риф, он достаточно такой разноцветный. Ну, ребят, я хочу что сказать. Смотрите, какая волна. Это очень небезопасно здесь плавать. Если вас, не дай бог, понесет на риф, вы очень поранитесь. Ну, а сейчас я вам постараюсь показать, что у нас под водичкой. На самом краю понтона отеля Джаз Мирабелл Бич. Вот какая глубина и что у нас здесь с рифом. Так, ребят, вот смотрите, значит, такой вот спуск с понтоном, значит, с верхнего уровня есть еще нижний уровень. И потом с нижнего уровня еще есть один спуск уже непосредственно в водичку. Здесь такая вот достаточно сильная волна, ребят. Поэтому будьте аккуратны, если вы здесь плаваете. Такая платформа. Итак, друзья, вот он, подводный мир отельного комплекса Джаз Мирабелл. И в первую очередь я вам хочу сразу сказать за рыбок, которых мы сейчас видим. Значит, больше всего в глаза бросаются рыбы-хирурги. Очень коварные рыбы, потому что на самом деле они не хищники. Но свое название рыбы-хирурги получили за имеющиеся у них грозное оружие. Острые, как скальпель-хирурга, шипы. Такие желтые полосочки, которые находятся перед хвостом. Ребят, этими шипами они могут нанести очень серьезные травмы, то есть очень серьезные разрезы. И, ребят, лучше к ним близко не приближаться, чтобы ваш отдых не испортился. Дальше, и Абудепту. Такие полосатые рыбки, некоторые туристы ее называют зеброй из-за ее расправки. Это небольшие рыбки, чаще всего от 10 до 18 сантиметров длиной. Встречаются абсолютно на всех пляжах Шарма, поэтому, ну, собственно говоря, они, как правило, никакой опасности не несут. Дальше, ребят, по поводу глубины. Значит, как вы видите, в целом, в принципе, значит, глубина именно там, где спуск с понтона небольшая, но все равно до дна вы не достанете. Плюс на дне здесь, видите, такой вот мертвый коралл. А вот, друзья, получается, видите, где плавают туристы, там уже есть такой вот обрыв, который, ну, довольно глубокий такой обрыв. И, в принципе, я так понимаю, там как раз и находится, ну, более-менее красивый коралловый риф. То есть, туристы, вот вы видите, плавают над этим местом и смотрят, как это все выглядит. Собственно говоря, ребят, вот такой вот подводный мир отеля Jazz Mirabel Beach. В общем, ребят, кто отдыхал здесь, обязательно напишите в комментариях, что вам здесь понравилось, что не понравилось. Ну и в целом, ваше мнение по пляжу. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, показал я вам пляж отеля Jazz Mirabel Beach, ну, всего этого комплекса Jazz Mirabel. Показал я вам, как выглядит понтон. Показал я вам, что у нас под водичкой, там, где заканчивается понтон. Я надеюсь, вам было это все полезно, вы это оцените. Напишите в комментариях, пожалуйста, если вы отдыхали в данном отеле, либо отельном комплексе, что вам понравилось, что не понравилось на этом пляже. Обязательно напишите, когда вы отдыхали, летом, либо зимой, вот, было ветрено, либо неветрено. Ну и ваше впечатление, почему же стоит выбирать этот отель и когда его стоит выбирать. Не забывайте подписываться на мой канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео. Спасибо всем за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok